Белорусской IT-отрасли необходимо придать новый импульс развития. Речь не только о парке высоких технологий, о том, как будет работать сфера, говорили сегодня на совещании во Дворце Независимости. Задачи стоят серьезные, отметил Александр Лукашенко. ПВТ, которые долгое время называли Кремниевой долиной Восточной Европы, пытаются задушить экономически. И чтобы этого не случилось, действовать нужно решительно. На рассмотрение Александру Лукашенко представили проекты правовых актов. о развитии парка, в которых заложен нестандартный подход. Отдельное поручение президента – обеспечить максимально благоприятные условия для работы. Это касается не только резидентов ПВТ, но и всех отечественных компаний. При этом необходимо учитывать сложившуюся обстановку. Все должны создавать продукт для нужной национальной экономики и, конечно же, на экспорт. Задача серьезная, но последние несколько лет у нас задач легких не бывает. В настоящий момент наш парк, который долгое время авторитетные специализированные здания называли «раем для программистов» и Кремниевой долины Восточной Европы, хотят задушить экономически. Такие попытки предпринимаются. Мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы, естественно, идем в другую часть. Мне в этом плане внесены проекты правовых актов о развитии парка высоких технологий. Подход нестандартный, но в этой сфере практически всегда требуются некие креативные решения. Надо осваивать новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими. Ну и вообще, если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были преграды, заборы и препоны, этот продукт будет востребован. Его купят. Сегодня мы должны еще раз обсудить предложение и договориться о проведении нормативной базы в соответствии с принятыми решениями. Хочу предупредить, и об этом говорил в послании правительства и руководства парка высоких технологий у всех тех, кто имеет к этому отношение. Просто сегодня где-то сидеть, извините за это слово, под плинтусом, отсидеться не получится. Нужен результат. Стоит задача создавать конкурентоспособный продукт для нужд национальной экономики и экспорта, осваивать новые рынки сбыта. С обещанием рабочий график главы государства не ограничился. Александр Лукашенко провел встречу с первой леди Зимбабве. Визит Аксилии Мнангагвы в Беларусь был запланирован еще во время поездки Александра Лукашенко в Хараре. У себя на родине первая леди курирует сферу медицинского обслуживания. В центре внимания охрана материнства и детства. Зимбабве заинтересована в наших технологиях, а Беларусь, в свою очередь, готова делиться накопленным опытом. Обсудили стороны и подготовку кадров в вузах Беларуси по востребованным для Зимбабве специальностям. Я выполняю просьбу моего друга президента Эмерсона, чтобы те технологии, которые сегодня востребованы у вас в Зимбабве, там находились. И мы готовы помочь вам реализовать несколько проектов по желанию вашей стороны и вашего президента для реализации высокотехнологичных предприятий, строительства высокотехнологичных предприятий, прежде всего, в гуманитарной сфере. Меня очень просил президент помочь создать в Зимбабве систему, аналогичную Беларуси по родовспоможению, помощи детям, особенно новорожденным, и решить проблему детского питания. Двери были открыты везде, поэтому выбирайте, определяйтесь, начинаем действовать. Аксилия, вы должны понимать, технологий у нас хватает, все остальное у вас есть. Главное сейчас – желание и скорость. Надо все это делать быстро. За неделю Аксилия Нангагва ознакомилась с обучающими программами в медуниверситете, посетила больницы, изучила опыт выхаживания младенцев в РНПЦ «Мать и дитя». Гостья осталась под глубоким впечатлением от того, какое внимание уделяется развитию этой сферы на самом высоком уровне. У нас прошла замечательная встреча с господином президентом. Так получилось, что между нами не было ни одной закрытой темы. Я чувствовала себя абсолютно как дома. Мы обсуждали абсолютно все. Наше сотрудничество будет идти вперед. Потому что у президента Беларуси есть одна важная вещь, которая есть и у нас. Он умеет и готов работать тяжело и долго. Я видела, какую заботу ваш президент проявляет о своей стране, о своем народе. Мы видели, как заботятся о детках в больнице. Именно поэтому я ему сказала, господин президент, позвольте вам сказать, что вы не только отец, вы и мать для своей страны. Уже в ближайшее время в Зимбабве планируют наладить выпуск белорусского детского питания.